Приветствую вас дорогие друзья! Вот то видео, которое я вам обещал. Многие ребята мне просили его выпустить, поделиться о том, как я питался и как я добился вот такого вот результата. Итак, ребят, с чего все началось? Я набрал свой пиковый вес 102 килограмма, так и весил на протяжении половины прошлого года, 2014. Итак, я набрал этот вес и понял, что дальше так дела не пойдут, что нужно себя менять, нужно с чего-то начинать, нужно чем-то жертвовать. Я решил просушиться, короче говоря. Я решил просушиться, не ставил перед собой каких-то временных рамок. Я знал, что этот вес 102 килограмма с учетом роста 176 я не сгоню за месяц и даже за три. Мне там понадобится больше времени, короче говоря. Я не знаю. Многие, наверное, из вас видели какие-то системы похудения за месяц или за две недели. Но я в это все дерьмо не верю. Я верю в то, что нужно чем-то жертвовать, нужно реально пахать, чтобы изменить свое тело. Итак, с чего я начал. Я взвесился. Это было 102 килограмма. После чего я из своего рациона убрал следующие продукты питания. Те продукты питания, которые наиболее калорийные, которые, собственно говоря, и сделали меня жирным. И так я отказался от следующих продуктов. Это все виды сахаров. Ну, как правило, это обычный сахар, конфеты, кондитерские изделия. Сахара в жидком виде. Это газированные напитки, сладкие соки, сладкие чаи, кофе и тому подобное. Дальше. Жирное молочко. Кефиры, йогурты, молоко и тому подобное с большим количеством жира. То есть, жирное молочко, наш враг. Так, дальше. Жирное мясо. Свинина, гусь и тому подобное мясо. Опять же, я в свое питание перестал употреблять. Потом. Потом. Мучные, все мучные изделия. Хлеб, выпечка из белой муки. Ну, короче говоря, все мучные изделия, неважно какие. Пусть это будет даже крупно какой-то зерновой хлеб или какой-либо другой. Все мучные изделия, и я убрал из своего рациона. Итак, дальше. Я убрал жареную картошку. Да и вообще любую картошку. Другие. Также трансгенные жиры. Майонез и кетчуп. Все эти продукты являлись для меня врагом. И создали до этого такую фигуру, которую вы видели на экране. Итак, ребят, чем же я питался? Я убрал все эти вредные продукты. Также составил список продуктов, которые мне нужны для создания моей фигуры. Для создания нормальной фигуры. Нежирной, в меру мускулистой. В общем, и так далее. Короче говоря, стройной фигуры. Из углеводных продуктов я применял греча и овсянка. В принципе, все. Рис я не ел. Макароны тоже я не ел. Греча и овсянка – это все, что мне нужно было. Потом. Побольше овощей, побольше фруктов в течение дня. Это для начала. Нежирное молоко. Куриное филе. Цельные яйца. И много-много воды. И разумеется, если я пил кофе и чай, то это кофе и чай был без сахара. Я применял заменитель сахара. Итак, ребят. Поначалу. Первый месяц. Я подходил аккуратно. Я сразу не рубил себя на корню, чтобы не шокировать свой организм. Я старался приучить свой организм жить без тех вредных продуктов, на которых я, в общем-то, и нарастил вот эту огромную безобразную жировую массу. Итак, я питался примерно 4-5 раз в день. Я не питался много, потому как это реально напрягало думать все время о питании. 4-5 раз в день – это было среднее. Иногда даже 3 раза в день. Питание было довольно таким сытным, скажем так. Это первый месяц. Я повторяюсь, первый месяц всего лишь без мучных продуктов, без всяких лишних жиров, сахаров и тому подобной херни. За первый месяц моей, так сказать, сушки, вот этого подготовительного, можно сказать, этапа, я ничего не потерял. Я не сбросил ни грамма, но я ничего и не набрал, что опять же является плюсом. Я понимал это так, что мой организм адаптируется к тому питанию, которое я себе расписал, в общем. Да, ребят, хочу вот еще что уточнить. Я не подсчитывал ни калории, ни углеводы, ни белки. Я действовал сугубо на глаз. Конечно, этот метод не совсем продуктивный, не совсем действенный. Но я делал так, потому что я попросту ненавижу цифры, ненавижу считать и делать всевозможные цифровые подсчеты. Но я соглашусь с тем, что если вы будете подсчитывать все-таки углеводы и калории, то это будет намного лучше, намного действенно. Вы сможете более тонко рассчитать, сколько вам чего нужно. Но я так не делал. Я делал по-своему, я, как я говорил, делал на глаз. Итак, на второй месяц после предыдущего подготовительного я попросту уполовинил то, что я ел вдвое. То есть, если это была греча, то я ее уполовинил вдвое. Порции были меньше. Я также питался 4, от 3 до 5 раз, но с меньшими порциями. Поэтому, кроме белковых продуктов, белковые продукты я оставил на месте. По прошествии второго месяца я встал на весы и увидел, что сбросил несколько килограмм. Зеркало себя еще не мог оценить, так как я все еще был очень жирным. Но весы мне показали, что я все-таки сбросил. Я взвешивался каждую неделю, один раз в неделю на голодный желудок. Итак, я потерял там, я не помню, 2 или 3 килограмма. Хорошо. Я решил также не останавливаться. И из своего рациона я убрал полностью все углеводные продукты. То есть, гречу, овсянку. Также я убрал желтки из яиц. По прошествии второго месяца я встал на весы и увидел, что сбросил несколько килограмм. Зеркало себя еще не мог оценить, так как я все еще был очень жирным. Но весы мне показали, что я все-таки сбросил. Я взвешивался каждую неделю, один раз в неделю на голодный желудок. Итак, я потерял там, я не помню, 2 или 3 килограмма. Хорошо. Я решил также не останавливаться. И из своего рациона я убрал полностью все углеводные продукты. То есть, гречу, овсянку. Также я убрал желтки из яиц. И также я убрал все молочные изделия. Из белковых продуктов на тот момент, на третий месяц, я стал употреблять лишь яичные белки и курицу. Ну, в общем-то и все. Итак, третий месяц моей сушки. Я также питался от 3 до 5 раз в день. Это было много овощей. Из фруктов я делал яблоки и сливы в неограниченном количестве. Банан это углевод довольно мощный. Он насыщен калориями. Ну, в общем, я его решил убрать и не употреблять. Третий месяц для меня был более плодотворный. Так как я каждую неделю терял минимум 1,5, а то и до 3 килограммов своей массы. Ну, я так понимаю, жировой массы. К концу третьего месяца жиросжигание стало у меня приостанавливаться. Так как организм адаптируется к тем продуктам питания, которые я ему даю. И к тому количеству. Значит, к концу третьего месяца жиросжигание стало у меня приостанавливаться. Так как организм адаптируется к тем продуктам питания, которые я ему даю. И к тому количеству. Значит, пришло время еще как-то изменить свою диету. Итак, четвертый месяц моей сушки. Я оставил все как есть. Все тоже рацион. Но один раз в неделю по субботам я делал суточное голодание. То есть, в течение суток я ничего абсолютно не ел. Даже траву. Я пил много воды. И только так. Данное голодание очень помогло. Мое жиросжигание снова продолжилось. Я снова стал терять. Терять стал с той же интенсивностью, как и в третьем месяце. То есть, в неделю от полутора до двух с половиной килограмма жира. К концу четвертого месяца мое жиросжигание также стало приостанавливаться. Это опять же нормально. Организм адаптируется. Тело привыкает к тому количеству пищи, которую я ему даю. Это звоночек, что пришло время изменить свою диету и принести в нее что-то новое. Итак, пятый месяц. Я оставил все те же продукты питания. Но уже в течение суток я стал вводить периодическое голодание. Я думаю, многие из вас об этом слышали. То есть, мы создаем какое-то пищевое окно. И только лишь в это пищевое окно мы питаемся. Так, я сделал следующим образом. В течение четырех или пяти часов я ел. А остальные же 19 или 20 часов я попросту не ел. Я голодал. Следовательно, и приемы пищевыми сократились. То есть, ел я уже не три или пять раз в день, а ел я уже два или три максимум. Потому как по времени просто не получалось. У меня уже есть больше. Кроме этого периодического голодания в течение суток я также оставил один день в субботу. То есть, в субботу я также по-прежнему не ел. То есть, в пятницу я старался свое пищевое окно как можно позже его, скажем так, позже распланировать. То есть, я первый прием пищи делал примерно в 12 или в час дня. И заканчивал примерно в 18.00. И в субботу я уже просыпался. Я в течение дня не ел, а ел уже на утро в воскресенье. Как вы понимаете, это довольно радикальная диета, довольно тяжелая. Мне было очень тяжело, особенно последний пятый месяц я был практически на нервном срыве постоянно. Но, ребята, я так вам скажу. Я не скажу, что я прям строго соблюдал диету и вообще никогда не нарушил. Такого не может быть. Нарушения были у меня за эти пять месяцев у моего такого жесткача по диете. Были два семейных праздника, там застолье. В общем-то, я по этому поводу не парился. Я ел со всеми и все, что и все, скажем так. А потом опять начинал, вернее, продолжал свою диету, как положено. Вот, а последний, пятый месяц, это была жесть. По своему поведению могу сказать, что я был, я таким злым не был еще, наверное, никогда. То есть я так никогда не голодал. И, ну, это был реальный срыв нервный. Даже спать не мог ночью. Меня мучила бессонница. То есть эта диета для меня была проверкой на силу воли, наверное. Ну, ребят, я вам так скажу. Это был мой выбор. Я понимал, что делал. Я знал, что, в общем, мои внутренние органы в полном порядке. Что я здоров. Что я смогу в состоянии выдержать подобную диету. Однако, вам я этого от души не советую. Потому как данная диета на пользу пойти просто не может. То количество еды, которое я ел, его было, ну, катастрофически мало. А тренировался я, ну, просто, как, я даже не знаю, как. Это были тренировки два раза в день. Они были очень жесткие, очень длительные по времени. Кардио были в пределах двух часов, там, полтора-два часа, примерно, кардио в день. Каждый день был. Но я понимал, что делаю. В общем, и в итоге у меня что-то из этого получилось. Я стал весить 72 килограмма на последний день моей, так называемой, сушке. Я взвесился и сказал себе, стоп, хорош, чувачок, чуди. И если бы я продолжил бы еще, допустим, месяц в таком же духе, то, скорее всего, я бы, скорее всего, я бы заболел попросту. Поэтому, друзья, я поделился с вами своей вот этой вот радикальной диетой. Но я от души не рекомендую вам к ней прибегать. Те периодические голодания, которые я устраивал, это был мой выбор. Сухобо мой. Так что я все-таки рекомендую вам на протяжении всей вашей диеты, да, если вы будете диетить, будете сушиться, обезжириваться, все-таки применять углеводы, овсянку, либо гречку, но в меньших количествах это даст вам энергию. И все-таки углеводы, они способствуют, наличие, точнее, наличие углеводов способствуют жиросжиганию. Какие тут моменты? В процессе всей моей диеты я ел много овощей, много капусты. Особенно я уделял, давил на капусту. Синяя капуста, короче, я говорю, любая, белая, пекинская, неважно. Я бы ел очень много капусты. Это клетчатка. Клетчатка, как вы понимаете, она помогает нам переваривать всю остальную пищу, белки и так далее. Ну, углеводы я и так не ел. Помогала, в общем, усваивать белки. Что касается белка, количество белка, я его не считал. И по количеству белка за сутки у меня было немного, как многие привыкли, 2 грамма, а то и 4 грамма на килограмм веса. У меня получалось, наверное, количество белка в пределах одного грамма. Может быть, грамм 200. Ой, грамм их 200, да? 1,2 грамма на килограмм веса. Вот это максимум, и то это вряд ли. Ну, давайте грубо говорить, я принимал 1 грамм белка на килограмм собственного веса. Вам покажется, этого мало. Но, ребята, та мышечная масса, которая у меня есть, она, в общем-то, небольшая. И потерять ее довольно сложно. В отличие от ребят, которые употребляют спортивную фармакологию, да, которые там наращивают мышцу с помощью каких-то препаратов, эти же ребята потерять массу могут запросто. Запросто урезать белковую пищу, и они сольют свою массу, в общем-то так. Я к этому относился так, относился следующим образом, что белок просто должен присутствовать в каждом приеме пищи. Пусть его будет немного, но чтобы этот белок был. Мне не хотелось его применять больше, ну, не знаю. Ну, так у меня как-то получилось. То есть, я последний месяц ел два или три раза в день, да, и каждый прием пищи меня содержал белок. Это были яйца, курица, бывало, рыба там попадала иногда. В общем-то, все, эти три вида белка, да, яйца, курица и рыба. Чаще всего это были курица и яйца, куриное филе и яйца. Итак, ребят, под этим видео вы можете более подробно ознакомиться с моей диетой в текстовом виде. Я там все расписал, вы посмотрите, почитаете и можете сделать из этого какой-то вывод. Но опять же, я повторюсь, друзья мои, не копируйте ее, не копируйте эту диету. Если хотите сжечь побольше жирка, не торопитесь, подходите к этому с умом, готовьте свой организм, свое тело постепенно. Не стоит резко рубить на корню и лишать свое тело углеводов и полезных нутриентов, так как вы просто себе вгоните в какой-то ступор, организм застопорится и прекратите свое жиросжигание. Постепенно, целенаправленная работа, взвешивайтесь каждую неделю на голодный желудок, постепенно уменьшайте количество углеводиков, да, вот этих вот. Я уменьшал их на глаз, я знал, сколько я съел, допустим, в тот месяц, в этом месяце я буду есть меньше в два раза или даже в три раза. Что еще? Если есть возможность как-то дробно дробить это питание, допустим, от 6 до 10 или до 8 раз в день, делайте это, это будет еще лучше. Чем меньше порции, тем, конечно же, желудку будет проще это все дело переварить. Мне было попросту лень питаться 6 или даже 8 раз в день. Я ел вот так, опять же, ну, тем не менее, я добился того результата, которого почти хотел. Ну, время подошло просто уже к Новому году, да, ну, а в Новый год диетить, это, ну, это бред просто-напросто. Так у меня получилось, начал я в августе и закончил в конце декабря уже под Новый год, там, бом, 27 или 28 декабря я перестал сушиться, уже стал потихоньку употреблять углеводики в виде овсянки или той же гречи. Итак, ребят, допустим, вы просушились, да, вот вы просушились, смотрите на себя в зеркало, вам все нравится, все хорошо. Как выйти из этой вот диеты, из этого, из того состояния, в котором вы находитесь? Сразу обжираться я вам от души не рекомендую, потому что ваш организм, ваше тело на этот момент, на момент полного, скажем так, голода, да, абсолютного глобального голодания, оно будет как губка, то, что вы туда не вбросите, все сосет, и жировая ткань будет откладываться также довольно быстро. Будьте с этим осторожны, я вам советую попросту есть чистые обезжиренные углеводики, такие как овсянка на воде или гречка на воде, это очень хороший момент. Что я заметил, после того, как я по окончанию сушки стал есть гречку и овсянку, мое тело стало наполняться, я никогда этого не видел, как это все происходит, но я, оно, буквально, оно очень осязаемо, очень видно, не сразу, конечно, вы там съели и наполнились, буквально через сутки или даже через двое, когда вы поедите пару суток вот такую еду, да, чистые углеводы без жиров на воде и, разумеется, чистые белки, вы увидите, что ваши мышцы стали больше, это прикольное ощущение, вы стали какой-то более венозные, что ли, это очень интересно наблюдать, потому как до этого мышцы были, ну, просто были очень, очень слабые, обезвоженные, синие пупы, как вот эти вот курицы, знаете, продаются дешевые куриные там какие-то тушки, вот где-то так. Итак, ребят, на этом все, я как мог, лаконично все вам это изложил, читайте в описании под видео об этой диете более подробно, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал и в следующем видео я вам расскажу о своих тренировках, показывать не буду, так как тренировки мои были очень разнообразными, я вам на пальцах расскажу, как я тренировался и почему я тренировался так. Итак, ребят, всем спасибо за внимание, всем удачи, здоровья и пока!